Русский язык, 2 класс. Тема урока «Составление текста по вопросам». Ты узнаешь структурные компоненты текста. Ты научишься создавать короткий текст описания и текст повествования, определять структурные компоненты текста. Ты уже знаешь, что текст – это несколько предложений, связанных между собой по смыслу. А что же такое структурные компоненты текста? Структура – это построение, компоненты – это части. Значит, структурные компоненты – это части, из которых состоит текст. Сегодня мы поговорим о тексте повествования и тексте описания. Текст повествования – это текст, в котором рассказывается о действиях кого-либо или чего-либо. К нему можно поставить общий вопрос «Что произошло?». Текст повествования можно сравнить с кадрами фильма, которые следуют один за другим. Давай рассмотрим, из каких частей состоит текст повествования. В тексте повествования выделяем три части. Текст – начало, основная часть, заключение. Рассмотрим особенности построения каждой части. Текст можно начать одним-двумя предложениями, где мы указываем, где, с кем, когда произошли события. Например, «Однажды летом мы с ребятами» или «Это случилось ранней весной». Для основной части характерны такие слова «Внезапно», «Вдругом», «Затем», «Потом», «Наконец». Заключительной части необходимо указать, чем закончилась история. Заключительная часть может состоять из одного предложения. Прочитаем текст. «Однажды подложили утки куриное яйцо, вылупились птенцы, повела их утка на пруд. Пошел с ними и цыпленок, утята в воду, и он за ними. Хорошо, что на берегу были ребят, еле спасли цыпленок». О чем рассказывается в тексте? В данном тексте рассказывается о том, как утки подложили куриное яйцо и что из этого вышло. Какой вопрос можно поставить к данному тексту? Можно задать вопрос «Что произошло?». Перед нами текст рисования. «Определить части текста». Предлагаю тебе ответить на вопрос «С чего начался рассказ?». Что было дальше? Кто спал с пленкой? Я уверена, что ты правильно ответил на вопросы. Давай проверим, с чего начался рассказ. «Однажды подложили утке куриное яйцо. Что было дальше? Вылупились птенцы, повела их утка на пруд. Пошел с ними и цыпленок, утята в воду, и он за ними. Кто спас цыпленка? Хорошо, что на берегу были ребят, еле спасли цыпленка». Как же создать текст повествования? В первой части говорим, с чего начался рассказ. Во второй рассказываем, что было дальше. А в третьей части делаем вывод. Ты, наверное, думаешь, что текст повествования используется только для рассказа. Однако текст повествования также может использоваться как инструкцию, письмо, заметка или сказка. Текст описания отличается от текста выслований. Описание – это текст, в котором происходит описание кого-то или чего-то, людей, растений, животных, разных предметов и явлений. В таком тексту можно задать вопросы. Какой, какая, какой, как выглядит, в чем его осуществить. Тексты описания нужны для того, чтобы как можно точнее описывать какие-нибудь предмы. Давай рассмотрим, из каких частей состоит текст описания. В тексте описания выделяются также три части. Главная мысль. Основная часть. Заключение. Части текста описания можно поменять местами в зависимости от построения текста. Просмотрим пример. Лиса осторожный и хитрый зверь. Тело ее покрыто густой рыжей шерстью. У лисы роскошный пушистый хвост. У нее короткие ноги и острая нодочка. Глазки у лисы бусинками. Светятся хитрым огнем. Лиса живет в лесу. Она выкапывает глубокий мор. Питается лиса мышами. Заметает свои скидки хвостом. В данном тексте говорится, какая лиса. Значит, это текст описания. Определить части текста. Первая. Главная мысль. Вторая. Описание внешнего вида. И третья. Особенность. Я уверена, что ты правильно ответил и на эти вопросы. Давай проверим. Главная мысль. Лиса осторожный и хитрый зверь. Описание внешнего вида. Тело ее покрыто густой рыжей шерстью. У лисы роскошный пушистый хвост. У нее короткие ноги и острая мордочка. Глазки у лисы бусинками. Светятся хитрым огнем. Особенности. Лиса живет в лесу. Она выкапывает глубокие норы. Питается лисом мышами. Заметает свои скидки хвостом. Прочитай текст. Определить тип текста. Головка черненькая. Щечки беленькие. Спина и крылья. Зеленовато-серый. Грудка желтая. С черным галстучком. Глаз нет. Можно ли назвать, о ком идет речь в данном тексте? Это текст описания животных. Потому что описывается, какое оно. Но сказать, кто это, невозможно. Потому что в начале текста не сказано, кто это. Вывод. По вступительной части текста описания необходимо назвать объект описания. Исправим допущенную ошибку. Посмотри, как изменился текст. Какая яркая и красивая птица-синица. Головка у синички черненькая. Щечки беленькие. Спина и крылья зеленовато-серые. Грудка желтая с черным галстучком. Глаз нет. Ведешь. Теперь понятно, что это текст описания синицы. Так как же создать текст описания? В первой части называем предмет, который будем описывать. Во второй части перечисляем признаки предмета. В третьей – особенности или выражаем свое отношение к предмету. Давай сделаем вывод по нашему уроку. Прежде чем написать текст, тебе надо определить, а какой тип текста ты будешь писать. Если это текст повествования, тебе помогут следующие вопросы. С чего началось действие? Как развивались действия? Чем совершились действия? Таким образом, ты составишь текст повествования. Для того, чтобы написать текст описания, тебе также помогут следующие вопросы. Что будем описывать? Каков предмет? Его признаки. Твое отношение к предмету. Таким образом, ты составишь текст описания. Наш урок подошел к завершению. Давай подведем итоги. Теперь ты знаешь особенности текста описания и текста повествования. Как создать короткий текст описания и текст повествования. Как определять структурные компоненты текста. Как следует... Как так? Как создать короткий текстodkat. Как создать короткий текст подъемник?